всем привет дорогие друзья 16 тур чемпионата украины закончена значит будем подводить итоги этого тура чемпионата украины он получился очень интересным очень зрелищным и очень много голов было забито очень интересных моментов было в этом туре поэтому сегодня все обсудим как всегда перед началом не забудьте поставить лайк этому видео этому обзору и также подписаться на канал если ты у нас новенький пиши свои комментарии как тебе вот этот 16 тур очень голевой под прошлыми обзорами вот два комментария выделил два человека которые вот подписались совсем недавно наш канал им понравился формат обзора спасибо что смотрите если тоже хочет чтобы той комментарий попал следующий выпуск обзоров то обязательно пиши что-то интересное или задавать какие-то вопросы и также я буду в этом обзоре на них отвечать поэтому поехали давайте обсуждать первый матч начнем с матча десна ингулец конечно же он был сыгран в пятницу самый первый и очень уверенная победа и наверное этот матч самый знаете такой однозначный потому что десна была явно сильнее ингульца по всем параметрам и вообще если смотреть вот этот тур то можно сложить впечатление что знаете команды действительно очень хорошо начинает набирать форму и по последним результатам это видно и некоторые команды знатно прибавили и вот десна пустит своих вот таких непонятных результатов поражение в первом туре зари потом не часть динамо сейчас наконец-то три очка и как же все начиналось конечно десна доминировала в начале матча но не получалось забить что касаемо состава ингулец потерял своего главного форварда и считает осечинава которого была небольшая травма он не смог сыграть этот футболист который в прошлом туре показал классную игру и за счет его как раз таки ингулец заработал вот ту ничью но сегодня его не было вместо него плохотнюк был нападение и конечно он не смотрелся настолько резво настолько классно как это делал и как играл сечинава конечно но в в этом матче в принципе десна переиграла полностью ингулец даже если смотреть статистику здесь нечего практически обсуждать здесь нужно смотреть наверное только на гол татавицкого который забил на 34 минуте ворвался в штрафную и пробив дальнюю девяточку очень классный гол положил татавицкий и он действительно является вот таким лидером команды сегодня гол плюс пас на его счету ну и второй тайм тоже у нас начался где сразу же практически десна забивает 2 гиченко опять же со стандарта то есть десна любит забивать со стандарта сегодня еще хочу отметить то что будковский честно говоря очень много запорол момента у него и они были он пробивал головой пару раз но все летело выше и даже ногами пытался пробивать но тоже все летело как-то мимо вот будковский и сегодня конечно его матч наверное не зачет получает он в этом матче за весь матч ребята статистика ну как бы не такая уж колоссальная но все равно с большим перевесом дисне 10 ударов против двух ударов у ингульца за весь матч 0 в створу ингульца за весь матч ребят ну о чем мы вообще говорим здесь 3-0 это ну просто самая наверное такая легкая победа в этом туре которые можно было бы ожидать даже в львов имел хоть какие-то шансы против динамо от ингу лет сейчас смотрится самой слабо реально команда чемпионата украины и они в этом матче это и доказали в принципе и по статистике как видите ноль в створу дисны 5 в створ было в этом матче по всем по всем показателям в этой игре и по составу даже по скамейке ну некому некому играть реально ингуль ингулец жаль потому что ну нужно было какие-то трансферы делать хотя бы как-то готовится к второму кругу но видите ингульц ничего не сделал решили все таки сделать ставку на тех ребят которые и были еще в первых матчах чемпионата но как видите реально не хватает час ингульцу скамеечки и качественных футболистов на подмену и резерва конечно а вот десна за счет своих опытных игроков которые уже есть за счет еромакова тоже кстати забил сегодня третий гол и победный последний этот гол 30 десна выиграла ну и теперь конечно десне очень важно продолжить этот победный путь десна вроде как набирает через матчи форму как и все команды этот третий матч уже по счету после возобновления чемпионата и он для десны очень удачный поэтому очень интересно посмотреть как десна будет двигаться дальше и что будет делать ингулец со своими проблемами которые у них есть и составом и вообще с игрой с реализации этих моментов хотя вот в прошлом туре все довольно неплохо смотрелось но нету сеченавы нет результата ребята вот так и получается десну с победой переходим к матчам субботы первый матч мариуполь днепр один к самому сладенькому 2-2 счет ребята мариуполь показывает все-таки неплохую игру опять же против довольно неплохой команды и наш подписчик роман еще в анонсе 14 тура который у меня есть можете присмотреть писал в комментарии что он видит что днепр как минимум будет на восьмом месте выпала возможно и выше я где-то с ним согласен потому что днепр набирает ход это видно по игре даже если они сегодня потеряли очки с мариуполем то я все равно сейчас считаю что днепр все равно по потенциалу должен заходить как минимум на восьмое седьмое возможно выше посмотрим как оно пойдет но если смотреть по составу давайте начнем сначала как она все развивалась дебют можно сказать такой небольшой кьюза дебютировал хорватский левый вингер неплохой футболист которого взял и вичевич еще он с ним работал в ю-21 вроде бы в динамо-загребе когда я вичевич там работал и он взял его сейчас к себе в днепр довольно универсальный игрок может сыграть и справа и слева и то есть может закрыть по факту четыре позиции и он классно играл сегодня на этом фланге с дубенчаком они дополняли друг друга классный дубенчак сегодня врывался то есть довольно довольно хороший футбол показываю этот кьюзе долбок сегодня было нападение если брать мариуполь там ничего не поменялось как всегда вчера тька был очень активен сикан который ничего не показывает уже долгое время честно говоря не знаю что сиканом случилось хороший форвард мышнев капитану то есть танковский кощук все вроде как у них тоже здесь в порядке у мариуполя ничего не меняется и первый там начался с того что очень грубо команда начали играть уже на шестой минуте дуглас получать желтую потом назаренко на 10 получать еще одну желтую потом чеботенко игрок мариуполя получать тоже желтую то есть очень 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 много нарушений было правил очень много таких спорных моментов и три желтые сразу за первые 15 минут это довольно таки существенный показатель вот но после этого был значит угловой угловой в ворот мариуполя это была 13 минута матча ребята ну и как мы понимаем дуглас штрафную побежал и дуглас забил ребята днепр открыл счет уже на 13 минуте днепр вышел вперед дуглас забивает уже второй раз в этой чемпионате украины как центральный защитник с углового очень качественный игрок против которого сложно действовать при угловом потому что дуглас тот игрок которого нужно держать он очень хорошо играет при стандартах у чужих ворот поэтому и сейчас мариупольцы его не смогли удержать он забил этот гол и вроде как днепр понесся днепр забил этот гол и в принципе знаете были такие отрезки когда оказалось что ну вот днепр сейчас наверное полетит и забьет еще парочку но не тут-то было ребята мариуполь во второй половине первого тайма перехватывать инициативу как это было и в прошлых матчах когда мариуполь реально нагнетал реально создавал моменты но им не хватало реализации вот ну не хватает реализации команде и вот здесь вот здесь такая ситуация мариуполь тоже нагнетает тоже атакует и опять опять реализации нет туда но никто не ожидал от мариуполь что они реально забьют и сравнять счет против днепра в этом матче я не это сделали мありченко забивай сделал счет 1 1 и И, в принципе, это вытекало с итога данной встречи. И после того, как Днепр забил, они чуть расслабились, наверное. Хотя попытались все-таки забить сразу же второй. Но у них не получилось. Мариуполь прихватывает инициативу и забивает свой гол, сравнивая счет. Можно сказать, практически в раздевалочку. И первый тайм закончится со счетом 1-1. Но все равно с перевесом Днепра таким существенным. Второй тайм начинается с того, что Мариуполь делает сразу же две замены. То есть Секан уходит, потому что, ну, бестолковый, честно говоря, в этом матче он был. Кулаков вышел и Петерман вместо Танковского. Двойная замена. Мариуполе, понятно, нужно было что-то менять. Вот. И, в принципе, игра вот второй тайм был за перевесом Днепра. Все равно Днепр играл лучше. Это было видно по игре. Но у Мариуполя было такое качество. Они действительно классно выбегали в контратаке. Они классно искали вот эти свободные зоны, которые были у ворот Днепра. И Мариуполь создавал все равно моменты. И Мариуполь, за счет того, что у них нет таких каких-то, знаете, хороших, особенных игроков, которые могут создавать хорошие моменты, у них нет игроков опытных. Один Мышнев, наверное, и Танковский, можно назвать их опытный, Танковский ушел. Значит, Мышнев, но за счет Мышнева все равно ты постоянно играть не будешь, да. Но Мариуполь все равно пытался создавать. Очень такая трудолюбивая команда. Мне очень нравится Мариуполь. Честно говоря, я их в анонсе 14-го тура говорил, что Мариуполя шансов нет без трансферов. И с такими трансферами, и с такой философией, как она ведет, просто арендных футболистов берет. Но сейчас я чуть поменял свое мнение, потому что Мариуполь как команда смотрится довольно неплохо. То есть, и в принципе какой-то, да, рисунок там есть. Но пенальти, пенальти ворота Мариуполя. Долбик его забивает. Долбик там вроде как был пенальти, но мы пересматривали. Вроде должен был быть пенальти. Все честно назначен. И Днепр 1 забивает. Долбик забил в пенальти 2-1. Там еще после этого, вернее до этого вместо Назаренко Когута вышли Дефранко и Булеца. Вот и Булеца тоже добавил. Он классно начал отдавать хорошие передачи. И в принципе начал штрафные удары исполнять и угловые навешивать именно он. Вот. И в принципе после этого гола Днепр уже где-то понял, что нужно уже меньше атаковать. Уже больше сидеть на своей половине поля. Днепр это и делал. Днепр, можно сказать, просто играл по результату. Они хотели добиться вот этого 2-1. И у них даже были моменты забить третий. Да, были моменты. Хабленко мог забивать как минимум два раза. Хорошие моменты были у Днепра. Хабленко вышел тогда вместо Долбика. Дубенчак тоже ушел, вышел Цуриков. То есть довольно-таки хорошие игроки, которые уже поиграли. Цуриков когда-то был в Динамо, если не помните. Хабленко когда-то играл за Черноморец. И недавно играл за Динамо Брест. Вернувшись сейчас в Днепр. То этот форвард, конечно, такая скамеечка у Днепра. Довольно топовая, я считаю. И вот они вышли, их добавили. Видно, что Хабленко хороший форвард. Но не хватало опять же реализации. Да, и он не смог забить свои моменты. Ну и Днепр не забил в итоге третий гол. И думают, ну окей, отсидим уже 1-2. Тоже, в принципе, хороший результат. Главное 3 очка. Но, ребята, не тут-то было. То есть, да, Днепр хорошо оборонялся. И вроде как я смотрел, Мариуполь создавал какое-то пространство у ворот. Создавал, вернее, в какие-то хоть моменты. Но они не были существенные. То есть Днепр реально закрылся. И Мариуполю было сложно. Я не видел, за счет чего Мариуполь сможет реально сравнять счет. Вот, Мариуполь под конец уже выдохся. Это было видно. У них не хватало сил уже даже бежать в атаку. Реально не хватало сил у Мариуполя. И я понимал, даже на стриме сидел, говорил, что ну это, наверное, все. То есть, я не вижу, за счет чего Мариуполь сейчас забьет. Возможно, какие-то стандарты могут помочь им. Но это максимум, потому что за счет каких-то оппозиционных атак вряд ли они вывезут. И случается стандарт как раз-таки Кулаков. Если вы вспомните, вышел мне Сосиканов в начале второго тайма. Ребят, угловой на ближней штанге Кулаков. Получайте, замыкает. И замыкает очень красивым голом в дальний угол без шансов для вратаря 2-2. Сравнивает счет и на этом матч заканчивается. То есть, в принципе, дальше уже и Днепр, и Мариуполь, наверное, не хотели рисковать больше, чтобы не пропустить. Но Днепр все равно дальше, конечно, пошел вперед. Но не получилось им уже забить третий гол. Мариуполь молодцы. Они на характере, я считаю, вырвали этот матч. Потому что он был проигран. То есть, матч был проигран. Мариуполь, я не видел, за счет чего они смогут забить. Но вот стандарт случился. И случился вот этот эпизод Кулакова на ближней штанге, который замкнул. Все. И Мариуполь реально сейчас показывает неплохой футбол. И если они поработают над реализацией, над физикой, если они смогут все 90 минут выдерживать вот этот темп, то эта команда довольно конкурентоспособная будет. Как минимум в середине таблицы. И, в принципе, мне понравилось. Днепр, им вот не хватает, наверное, концентрации под конец матча. Как и показала вот эта игра. И этот гол Кулакова в конце. То, что реально не хватает концентрации Днепру. Но состав очень классный. И реально Днепр классно играет. Атакующий футбол пытается играть. И Ювичевич после матча, ну, в принципе, был доволен игрой. Но, конечно, не результатом. Потому что игру неплохую Днепр реально показал. И я вижу перспективу. Скамеечка неплохая у Днепра. То есть, в принципе, я думаю, что Днепр будет занимать хорошие места в чемпионате Украины по итогу, в конце, вернее, этого сезона. Вот. И, ну, вот такой вот матч интересный получился. Реально рекомендую к просмотру, если его не смотрели. Следующий матч Ворскла-Александрия, ребята, не менее интересен. Если даже не интереснее, чем матч Мариуполя-СК Днепр. Потому что здесь, знаете, такой счет 3-1. Вроде уверенный по счету, но не совсем по игре. И давайте обсудим, почему. Ворскла выиграла. С победой, конечно, эту команду. И по составу, если смотреть в начале, то ничего, в принципе, практически не поменялось. Как всегда, Кулач Степанюк в атаке. И сегодня еще Альюн вернулся в оборону. А так, то Канэ, Тиль, Пуцлин, Цитайшвили, все есть. Цитайшвили, кстати, сегодня не очень игру сыграл. И в Александрии тоже, в принципе, нет никаких практически изменений. Ситала только сегодня сыграл с первых минут. В прошлом туре он был на скамеечке. А так, то все в общем и целом стабильно. И у Ворскла, и у Александрии по составу. Честно говоря, матч начался в довольно таком среднем темпе. Команды не особо оформили события. Но больше, знаете, нагнетало и смотрелось прилично именно Александрия. Они создавали моменты со стандартов, с угловых, как всегда. И, в принципе, этих угловых было довольно-таки много. В первом тайме целых шесть. У Александрии два угловых у Ворсклы. Ну и у Ворсклы вообще момента практически не было в первом тайме, ребят. Что вы понимали, реально Александрия играла лучше. Вот видно было где-то 60 даже на 40. Так, если смотреть соотношение сил команд, то Александрия играла лучше. Реально лучше нагнетало. Были моменты хорошие. И Ситала создавала и другие футболисты. Но не получалось забить. Там Ризнак чуть один момент, где он не уверенно на выходе сыграл. Это было такое. Но все равно там защитники помогли. И в общем и целом я думал, ну окей, Александрия вроде лучше играет. Но в первом тайме вряд ли, наверное, голы будут при такой игре. Если забьет, то больше, наверное, Александрия заслужила. Потому что у Ворсклы ничего не получалось в атаке. Реально, они не могли толком, даже центр поля перебегали. Но не смогли ничего создать именно в штрафной зоне Александрии. И по факту за первый тайм у Ворсклы два удара только. И один створ. Но зато какой один створ, ребята. Что и как вообще произошло в первом тайме? На 39-й минуте, если быть точным. То есть обычная передача идет назад. Да, у Александрии прессингует кулач. Но передача была бы обычной, если бы она была точная. Отдает назад передачу игрок Александрии. Вроде это был Вандух, который там оказался. Отдавал назад на защитника, на центрального защитника. Был там Бондаринка, который подскальзывается. Подскальзывается, падает перед мячом. И, конечно же, этой ошибкой воспользуется кулач. Ворвался там гектар пространства. Просто выходит один-один с вратарем. И забивает гол Влад Кулач. Вот просто на ровном месте сами себе придумали проблему. Просто какие-то непонятные передачи назад. И плюс еще защитник падает в стиле Джареда, наверное. Я не знаю. Но реально подскальзывается и падает перед мячом. И кулач просто врывается, забивает 1-0, пожалуйста. И не вытекалось их из хода первого тайма. Но Ворска забила и вышла вперед. И так и первый тайм и закончился. Если вы думаете, что второй тайм продолжится. И Ворска играть начала лучше. Имея ввиду в атаке. Или там больше хотя бы владеть мячом. То нет, Александрия все равно была поактивнее и в атаке. И как всегда были стандарты. То есть и в принципе Александрия как всегда со стандарта забили. Такой знаете трудовой гол Александрийцев. Со стандарта затолкали чисто. Бобогло как всегда замкнул. Центральный защитник молодец. И сравнял счет 1-1. И вроде бы здесь. Ну окей. И уже в принципе логично. Потому что Александрия наиграла. Наиграла вот своими нагнетаниями. Своими моментами. Ударами. Очень много ударов Александрии было в этом матче. Практически 20 ударов за матч. Чтобы вы понимали у Александрийцев. Но проиграли при этом 3-1. Ворскли. Вот. Сравняли счет. И в общем и целом. Потом игра пошла такая чуть грубоватая. Честно говоря. Тоже опять таки много фолов. Как и в предыдущем матче. Но судья смог потушить это все. Потом вышел Луизао. Вышел Сапай вместо Цитайшвили. И Канэ покинул поле. Луизао. Которого купили за 2 миллиона. Да. У Порту. Вот. Вышли они. У Стиминка вышел в Александрии. Вместо Шастела. Такие вот заменочки произошли. Ну и. В общем и целом. Казалось что это ничейная игра. Да. Я понимал что Александрия играет получше. Но Ворскла все равно. Как-то качественнее. Возможно даже подходит к воротам. И у них получалось создавать такие позиционные моменты. Позиционные атаки получались у Ворсклы больше чем у Александрии. У них больше стандарты получается в основном у Александрийцев. Но слушайте. Здесь опять включается Кулач. Который отдает классную вертикальную передачу вперед на Пердуту. Пердута через себя буквально не видя. Уже в штрафной зоне. Получил мяч он от Кулача. И Пердута через себя. Видя что там есть где-то Тиль. Но не видя куда он отдает передачу. Отдает точно на Тиле. И Тиль в касание пробивает в дальний нижний угол. И пожалуйста 2-1. Вот это многоходовочка. Вот это был розыгрыш. В исполнении конечно Кулача передача идеальная. Пердута идеальную тоже отдал на Тиля. И Тиль замкнул все в касании. Все красиво. И где-то этот гол мне напомнил гол Динамо. По исполнению возможно по розыгрышу. Гол Динамо ворота Брюга. Где-то оно сходится. Но очень красивый гол. Можете пересмотреть. И Тиль действительно забил качественный гол 2-1. И тут я думаю, блин, ну за счет чего? И вот понимаешь, что за счет классных игроков. Кулач это классный форвард. Пердута опытный правый защитник. Тиль тоже неплохой полузащитник. То есть у Ворсклы есть качественные футболисты. И есть качественные исполнители. Которые могут вот так вот решать эпизоды. И особо не создавая никаких опасных моментов по ходу матча. Ну и конечно, потом уже пошла жара, ребята. Александрийцы, конечно, пошли нагнетать. Дальше атаковать. Но у них не получалось. Банада желтая. Потом и Ситала была желтая. Короче, желтых сегодня реально было много. Как и нарушения, я уже говорил. И вообще этот тур, это наверное, ну, какой-то симбиоз. Тотал больше 2-5. Обе забьют, заходит. Очень много желтых. Очень много угловых. Очень много фолов. То есть такой тур, знаете, очень насыщенный. Очень богатый на такие вот действия. Действия. Так вот, и после этого гола, недолго, скажем так, Ворскла держалась и заработала пенальти. Заработала Ворскла пенальти. Там долго смотрели его. Но был там пеналь и... Ворскла его забила. Влад Кулач делает сегодня дубль. Делает по факту предголевую передачу сегодня. Делает гол первый. И делает гол с пенальти. Сегодня реально Кулач, вот, игрок матча, я бы его назвал. И игрок тура, возможно, даже его можно назвать. Потому что он сделал игру для Ворсклы. И он забил этот пенальти. Потом вышел Ден Нойер. Вот этот игрок с Нидерландов. Ну, в общем, да. У Александрии потом пошли замены. У Александрии просто не хватало. И чего-то вот не хватало. Не хватало, возможно, реализации. Не хватало нестандартных действий. Потому что, ну, к этим стандартам, к этим угловым навесам Ворскла уже привыкла. И, в принципе, смогла нивелировать все возможности Александрии. Вот после даже второго гола уже. А после третьего, тем более, Александрийцы уже поняли, что, ну, им тяжело. Сегодня не прет. Просто не прет. Александрийцы выиграли все свои два матча предыдущих. Этот матч, ну, не перло. А Ворскле поперло. Наконец-то. Ворскла потеряла в двух последних, наоборот, двух последних матчах. Потеряли очки. Александрия выигрывала. А сейчас вот в Ворскле где-то сегодня воздалось то, что не получалось в прошлых турах. И они сегодня вот реализовали реально практически все, что у них было. Потому что и по статистике, по владению, по ударам. 17 практически там ударов у Александрии, если не больше. 6 только у Ворсклы в створ. 6 у Александрии, 3 у Ворсклы. Но 3 удара в створ, 3 гола. Это идеально, ребята. Идеальная реализация. И я рад, конечно, за Ворсклу. Потому что, ну, наконец-то они набирают потихонечку очки. Подбираются к лидерам. А Александрии чуть нужно еще подумать над своими, знаете, своими действиями в атаке. И что-то, возможно, интересно еще придумать. Чтобы разнообразить свои атакующие действия. Потому что, ну, не всегда за счет навесов, за счет каких-то угловых можно выигрывать матч. Вот как сегодня показала команда Максимова, что нестандартные действия все-таки решают. Вот такие футболисты, как Кулач, которые могут воспользоваться ошибкой. Во-первых, здесь Александрия сама виновата в первом голе. Второй гол, это чистый энтузиазм Кулача. И, ну, знаете, классное мастерство игроков Ворсклы, которые разграли все в одно касание и забили второй. Ну, а третий гол, это уже, возможно, из случайности пенальти. Да, пенальти, который тоже Кулач забил. Поэтому Ворсклу с победой Александрицам нужно чуть задуматься. Но я не думаю, что там все так плохо. Игра, в принципе, есть хорошая. И они сегодня играли, ну, по статистике лучше, чем Ворскла. Следующий матч, еще одна феерия. Еще один интереснейший матч, это Колос Рух. И, казалось бы, конечно, здесь есть явный фаворит. Это Колос, якобы, да. И Рух, это, ну, небольшой аутсайдер. Хотя с неплохой игрой в последних матчах. Что нужно было отмечать. Но давайте отметим все-таки вот этот матч. Где, по моему мнению, ну, я думаю, это очевидно, что было два разных тайма. Два разных тайма. Если смотреть по составам, то стоит отметить, что наконец-то дебютировал за Руху Борячук. Без голов сегодня. Но он добавил красок реально в атаке, ребята, Руху. И как только наберет Борячук форму, потому что видно, что он еще не особо готов. Но как только он наберет, ребята, форму, это будет топ игрок. Потому что я считаю, и раньше считал, и сейчас считаю, что он мог заиграть в Шахтере еще. Но сейчас, если он покажет себя за Руху, он действительно вырастет хорошего футболиста, хорошего нападающего. Но сегодня он действительно классно тоже действовал. Сигвус он был на замене, но он не выходил. Но уже видно, что его тоже постепенно готовят. Насчет этого, насчет Колоса, то в принципе там тоже ничего не меняется. Как всегда, Риховский, Богданов, Антюх, Чурко и Лысенко. Все, как и у них было в атаке, ничего не меняется. А теперь давайте пройдемся по матчу. Матч начался не в особо высоком темпе. Не ускоряли вот этот процесс, чтобы идти вперед, забивать быстрые голы. Нет, команды довольно так аккуратно играли. Тоже очень много желтых в этом матче. Две красные, как вы уже видите, да. И в принципе матч довольно веселый был. Но в первом тайме Колос играл лучше. У Руха моментов вообще не было практически. Один удар по воротам, все. Я больше ничего не вспомню, честно говоря. Но стоит вспомнить только один эпизод. В этом матче, в первом тайме имею в виду, это гол Колоса, который они забили, да. В первом тайме и повели счет. И в итоге закончили первый танк с счетом 1-0. Этот гол, который в принципе, я думаю, нужно было отменять. Потому что мысок, на него записали, что он забил автогол. Свои ворота в Ротаре. Руха. Я считаю, что там было нападение на вратаря. И этот гол нужно было отменять. Потому что два футболиста выпрыгивали. И не давали по факту никак, знаете, достаться до мячу вратарю. Я думаю, его возможно нужно было отменять. Но пишите, кстати, в комментарии по этому эпизоду. Пересмотрите, было ли там нападение на вратаря или нет. Пишите свое мнение. Я считаю, что возможно надо было отменять. Но там, по усмотрению судей, судья решил засчитать этот гол. Где при стандарте был навес. Два футболиста выпрыгивают. И по факту мысок в свои ворота мячик-то отправляет кулаком. Но таков случай. Колос все-таки забил. Вышел вперед. Домашняя команда. Болельщики на стадионе. То есть, гонят команду. Классная атмосфера, честно говоря. Прикольно. Но первый танк так и закончился. И ничего интересного не было в первом тайме. Все интересное команды оставили на второй тайм. Потому что вот в первом тайме мне Рух, честно, не понравился вообще. И я думал, что, наверное, Колос сегодня дожмет и выиграет спокойненько. Но не тут-то было, ребята. Небольшая замена. Притула ушел. Кухарук вышел сразу же после первого тайма. На второй тайм выходит он. И стандарту ворот Колоса разыгрывает, значит, Рух. И забивает Кондраком. Но как забивает? Просто затолкали. Примерно, как забивал Бобогла в Александрии. Примерно такой же гол. Тупо затолкали. Там уже в пустые ворота. Несколько попыток удара было. Но вот с третьей попытки все-таки забили в пустые. Там при стандарте. Сравняли. Рух счет на характере. Реально на характере. Просто в штрафной зоне сравняли этот счет. И вот потом понеслась. Реально атака на атаку. И Рух играл лучше. Рух переигрывал. Колос во втором тайме, ребят, в атаке. Рух пошел. Кухаревич. Потом вышел уже вместо Кондракова. Кстати, Кухаревич, который в прошлом туре Шахтеру мог сделать дубль. Он не попадал с двух метров. Попадал там в штангу. То ли мимо, я не знаю. Но не везло. Просто не перло. Вот он вышел на 65-й минуте, ребята. И не зря. Оказалось, не зря. Потому что в конце, в принципе, там Колос. Сейчас, чтобы вы понимали, Рух получил красную карточку. То есть, Мысик получает красную. И вроде все. И это пенальти, тем более. Был дальше уже пенальти. На 90-й минуте зарабатывает Колос пенальти. И казалось бы. Забивай. Делай счет 2-1. Дома выигрывай. Тем более, команда на Дизморале. Я имею в виду Рух. С красной карточкой. Тащит пенальти. Тащит вратарь пенальти, ребята. Просто вытаскивает команду. И тут срабатывает правило. Оно срабатывает чуть позже. Но оно срабатывает. Кастышин после... Он, кстати, вышел на 68-й минуте. Кастышин вместо Ореховского. Получил желтую на 86-й. И вторая желтая на 90-й плюс 1-й. Это автоматически красная. И тут команды в равных составах. Вроде ничего не предвещало. Колос в атаке. Все отлично. Последние минуты. Время уже истекло. И, в принципе, судья там должен был, конечно, добавлять. Потому что долго вот смотрели Кастышину красную. Давать, не давать. Вар смотрели на вот этот эпизод, да. Мы понимали, наверное, что это ничья. Команды уже, я думаю, были согласны на эту ничью. Потому что там красная, там красная. Хотя Колос, блин, обидно им по-любому. Потому что пенальти не забитый. Кастышин красная. 90 плюс 6-ая уже пошла. Судья добавил 5 минут. Время вышло. Кухаревич подхватывает на левом фланге мяч. Мчится к центру. К центру поля. Значит, обыгрывает двух защитников. Двух полузащитников, вернее. И просто решает с 25 метров плюнуть, ударить. Поворотом. Хотя до этого тура он с 3 метров не мог попасть поворотом. Сейчас он с 25 метров. В конце матча Рух делает счет 2-1. Вообще нелогичный. Нелогичный гол. Команда, которая еще 10 минут назад, 5 минут, вернее, назад должна была пропускать гол и проигрывать этот матч по факту. В конце матча побеждает. И Кухаревич, тот игрок, который не реализовал очень много моментов в прошлом туре, реализует сейчас свой 1 момент с 25 метров, но он его забивает. И дает результат команде Руху. И зарабатывает Руху 3 очка на выезде. Это фантастика. Вот за это мы и любим футбол, ребята. Когда есть вот такие непредвиденные моменты, когда футболист выходит, вроде как ничего не показал, но вот один момент у него есть, он забивает. Кухарович довольно перспективный игрок, но давайте ему аванса пока не будем раздавать. Просто похвалим его по итогу этого матча. И Рух вырывает на выезде 3 очка у Колоса. Я говорил, что Рух действительно с этими трансферами, которые они сделали, чуть усилили команду. Они и так неплохо играли в прошлом году, да? И сейчас они продолжают. Бурачук в атаке появился, есть Игутсон, есть другие футболисты, которые тоже готовы конкурировать в основном в составе. Поэтому у Руха я вижу перспективу. Я вижу, что эта команда может вырасти во что-то серьезное. Обыгрывать Колос на выезде это не так уж и просто. Поэтому с победой Львов о Колосу нужно тут задуматься. Хотя, ну, возможно, это везение. Чисто везение для Руха я считаю, да. Это, ну, чисто такой подарок судьбы, скажем так. Вот такая доля эпизода решила судьбу этой встречи в пользу Руха. Поэтому Рух с победой, ну, Колосу не расстраиваться. Такое бывает, это футбол. Тут не забиваешь ты, забивает тебе. Тебе сработало буквально через 5 минут. Поэтому вот такие вот интереснейшие субботние матчи у нас были. Переходим к последним трем матчам. Следующий матч, который я, признаюсь, не смотрел. Единственный матч, который я не видел, это Мэнай Олимпик. Нарезки, конечно, видел. Галы видел, все видел. И статистики по статей я понимаю, что там примерно происходило. Да, Мэнай выиграл 2-1. И Мэнай я поздравляю, наконец-то, с победой. Это приятный момент, потому что я хайтил, конечно, очень много и Мэнай, и Ингулец за их игру. Но, в общем, в Мэнай в игре ничего не поменялось, ребят, я вам скажу. Реально ничего не поменялось. То есть, Мэнай все так же играет, ну, как-то очень мало моментов они создают. И вот этот пенальти, который Нуриев заработал, первый пенальти чистый. Чистейший пенальти. Заработал Нуриев, и он сам же его и забил. Он сам забивает, счет становится 1-0. Хотя Олимпик перед этим имел один хороший тоже момент. Олимпик сегодня владел инициативой. Олимпик сегодня больше бил по воротам. Олимпик больше сегодня создавал. Вот, и первый тайм был, знаете, вот нужно было, наверное, смотреть только первый тайм. К сожалению, я не посмотрел, но нужно было только там были 3 гола забиты. Да, Нуриев забил первый с пенальти. Сравнял счет Олимпик. Олимпик, кстати, у них же новый тренер. У них новый тренер Юра Калитвинцев. И посмотрим, что он интересное даст. И давайте обсудим, какой же состав был. Сегодня был Каргбо, но он, в принципе, себя не оправдал. Я думаю, что еще стоит ждать Бенит. Максим Тейшера, наконец, стоит в составе. То есть, в принципе, Мбалюк, Бабенко. Этот нападающий тоже неплохой, который он забил сегодня гол. По Маквенг, вот этот форвард камерунский, он сегодня и забил, и сравнял счет в матче с Мэнаем. Состав не особо менял. Калитвинцев просто, понятно, сейчас команда будет такую небольшую перестройку происходить. И, возможно, из-за этого и проиграл сегодня Олимпик. Потому что новый тренер, смена, знаете, тренера, смена обстановки. И, понятно, Олимпик должен был дать какое-то, возможно, знаете, новое дыхание, новый тренер. Но все равно, я считаю, что мы на этим воспользуемся. У них были очень мало моментов, но они их использовали сегодня. Да и матч, в общем, ребят, не смотрелся таким супер-классным на голевые моменты. То есть, всего за весь матч было у Олимпика 6 ударов, у Мэнай 4. В створ 3-2 пользу Олимпика. За счет того, что, понятно, Мэнай всю встречу владел, значит, в счете. И Олимпику нужно было идти вперед. За счет этого они, конечно, смотрелись, возможно, лучше. Но по владению выиграл, кстати, Мэнай. Вот, владел сегодня больше Мэнай. И, в принципе, Мэнай сейчас сыграл получше, чем в прошлых турах. То есть, видно, есть небольшой прогресс, но он совсем небольшой. Вот, реально небольшой. И вот этот гол, который забивал Олимпик. Классный, кстати говоря, головой забил вот этот нападающий. Парашютиком перекинул вратаря удар головой. Был классный гол, 1-1. Но потом еще один пенальти. В руку попадает своему же. Своему же центральный защитник попадает, центральный защитник Олимпика попадает своему же в руку. Смотрит судя Вар, пенальти. И счет становится 2-1. Нурьев забивает, опять же, делает дубль. Это уже для него вроде как восьмой гол в чемпионате. Лучший командир сейчас Мэнай. Хотя нужно было дать, наверное, Мелевскому хотя бы один пенальти пробить, чтобы он забил свой, скажем так, первый, наконец-то, гол в УПЛ после возвращения. Но посмотрим. Мэнай, кстати, в следующем туре играет с Динамо Киевом. Интересная игра. В общем и целом, второй там, ребята, мне не особо зашел. Я посмотрел там нарезочки какие-то. Очень много нарушений, очень много желтых карточек. Нурия в итоге его удалили. Доигрывал Мэнай с красной. Но в итоге они смогли выдержать. Олимпик, конечно, там сжал. Олимпик пытался атаковать. Но Мэнай выдержал этот натиск. И в принципе Мэнай наконец-то прорвало. И они выиграли игру. И это наконец-то. Олимпик, а сейчас есть проблемы. Понятно, смена тренера. Но я думаю, это временно. Посмотрим, насколько они будут готовы уже показывать качественный футбол в следующем туре. То есть это всего лишь первая игра. И давайте не будем судить и говорить сейчас. И разбирать, в чем ошибся Олимпик. И в чем ошибся Калитвинца. Потому что это его первая игра у руля. Поэтому здесь больше нужно отмечать то, что выиграл именно Мэнай. И заработал для своей команды. И Кобин для своей команды. И со своей команды заработали 3 очка. Наконец-то выиграли. И в принципе матч довольно такой скучноватый. И в принципе, наверное, хорошо, что я его не смотрел. Но по счету 2-1. Вообще супер. Следующий матч, ребята. И это центральный матч тура. 16-го тура. Шахтер-Заря. В котором Заря обыграла Шахтер. Да, ребята. Заря обыграла Шахтер. Это было, конечно, очень увлекательно и интересно. Хотя по счету можете понять, что да. Действительно мало чего там интересного было. Нужно было, наверное, смотреть последние 15 минут. По составу разобраться. Сегодня я не играл за первых минут Шахап. Он сидел сегодня на баночке. Но потом в итоге вышел. Все-таки вышел на поле. Так вот. Вместо него был Кабаев. Сегодня Кабаев довольно активный был. Зарабатывал штрафные. Очень и очень классно он вырывался между линиями. То есть классный, классный игрок. Но, понятно, и гладкий Сайд Манеш. Сайд Манеш тоже сегодня понравился. Очень хорошо двигался на поле. И был самым активным, наверное, в этом матче. Если говорить о Шахтере. То Шахтер сегодня выставил, в принципе, хороший состав. Единственное, что Исмаиле вернулся наконец-то. Исмаиле сегодня впервые сыграл за долгое время в основном составе за Шахтер. На левом фланге видно, что он еще не особо в оптимальных кондициях. Но, в общем, я думаю, он их наберет. В атаке то же самое. Значит, Марлос, Тайсон, Мараес и Тетэ справа. То есть бывает Соломон играть, бывает Тетэ. Это понятно. То есть центр поля Майкон. Майкон в последнее время Каштур как-то заходит в центре поля. Но, понятно, нет Степаненко. Нужно кого-то другого наигрывать. Алан Патрик тоже был. Вот. И игра протекала так, что Шахтер, конечно, переигрывал полностью в первом тайме Зарю. Я считаю. Хотя, по владению, по каким-то опасным моментам, первые 15 минут Шахтер играл лучше. После этого Заря перехватил инициативу. Заря начал создавать. И чего стоит только удар, ребята, верни дуба Скорпионом. Реально мог забить гол. И это был бы как минимум гол месяца в УПЛ. А то и, возможно, гол, ну не знаю, там года. Но очень классный удар, я думаю, вы видели. Вот. И было пару хороших моментов у Зари. То есть Заря создавала. Заря не играла хуже, чем Шахтер, чтобы вы понимали. Это в первом тайме. У них по владению они хоть проиграли. Но по ударам, значит, по ударам в створ они не проиграли. Равный матч. Равный матч в первом тайме. По моментам, по опасности этих моментов. И Заря даже переиграла Шахтер. У Зари были опаснее моменты, чем у Шахты. У Шахты даже вспомнить сложно, что там они создавали. Василь сегодня все тащил вратарь. Зари. Василь сегодня все брал намертво. Если забегать наперед. И в первом тайме, ну, практически нечего было смотреть. Как и во втором. В целом, давайте перейдем ко второму тайме. Здесь не о чем говорить. Здесь очень тактическая игра. То есть Скрипник против Каштру. Они, Скрипник понимал, как нужно играть против Шахтера. Им не нужно им давать входить в штрафную зону. Ну, просто пусть они там перепасовываются у предела штрафной. Но, в общем и целом, главное закрывать вот эти свободные зоны перед своей штрафной. Чтобы Шахтер себе там перекатывался. И при ошибке, конечно, Заря могла выбегать в контратаке. И там, возможно, что-то создавать. И у них периодически это получалось. И у Шахтера ничего не получалось в атаке. Ничего не получалось вообще. Вначале я смотрел, они очень подвижные, очень классно. Тета что-то там врывался. Марлос, Тайсон. Ну, в общем, не получается. Ну, никак не получается вскрыть оборону Зари. И второй тайм Шахтер начал уже играть лучше и давить больше. Конечно, у Зари было очень мало моментов. Они понимали, что сейчас раскрываться это очень опасно. Под Шахтер и можно получить реально. И Заря понимала, нужно сейчас больше идти в оборону и оборонять счет. Играть чисто на контратаках. Что они делали во втором тайме. Шахтер тупо, да, переиграл по моментам, по ударам во втором тайме Зарю. Да, это факт. Но, опять же, ничего по факту не создав опасного. Были, соглашусь, удары в створ. Их очень много было. 7 ударов в створ было, в общем, за второй тайм. Но они не выглядели так 100%. Скажем так. Так, Шахтер не создал каких-то 100% моментов. Это были очевидные какие-то удары. Со средней дистанции, с дальней дистанции. В штрафной зоне пробивали. Был единственный момент, когда пробивал то ли Тайсон, то ли кто-то в штрафной зоне. И мяч просто от газона отскочил выше. Или это был Исмейль, или Тайсон. Могу ошибаться. Вот это был 100% момент. Там уже не Василь, никто не спас бы. Но Шахтер не попал по воротам по факту. Это их были проблемы, да. После этого были какие-то удары, но Василь все брал намертво. Василь сегодня реально был одним из лучших игроков, если не лучший в этом матче. Потом уже вместо Гладкого вышел Захэдиша Хаб. И Ванесеня вышел вместо Кабаева. Вот. У Шахтера Маркус Антонио Соломон выходили сегодня только. И все. И был Вар. Монзуль судила, как вы знаете. И мы, конечно же, делали прогноз, что будет красная карточка, как минимум. И она была, ребят. Монзуль посмотрела Вар. Дала красную жуниню на нарушение правил на Морайс. Там чистая красная, я считаю. Ну, тут как бы мы можем шутить, не шутить. Но красная была, я считаю, чистая. Заря в меньшинстве. Казалось бы, Шахтер сейчас просто задавит. Просто забьет, какой-то гол залетит. И я так и думал, да. Шахтер нагнетал. Но все равно не получалось. Заря села. Очень качественно села. Шахтер уже в конце. Судья добавил 4 минуты. Судья реально добавил 4 минуты. И все. Ребят, уже как бы 90-ая минута. Шахтер нагнетает, как всегда идет вперед. Уже в штрафную зажали Зарю. Уже просто впритык, я не знаю, в автобус сели Заря. И уже просто обороняет результат. Потому что понимает, что какая им победа уже светит. У них атак нет вообще. Сидят в обороне. Понятное дело, что тут нужно надеяться только на ничью. И тут раз. Додо дает передачу вертикальную на Соломона. Не точно. Соломон теряет концентрацию. Теряет мяч. Убегает. Сайед Монаш в атаку. Сайед Монаш, который отбегал 90 минут. Отбегал, ребята. 90 минут человек отбегал. Убегает на метров 70 вперед. От всех игроков Шахтера. Которые были. Увидел забегание Ивани Сеня в штрафную зону. Который вышел на замену. И Ивани Сеня замыкает эту передачу. Замыкает точно в девятину. Вогнал мяч в ворота Шахтера. И где здесь логика, ребят? Команда с красной карточкой. Команда обороняется. Команда не создает ничего. Выбегает в одну контратаку. В конце забивает. Просто как рух, можно сказать. Обыгрывает колос. Возможно, где-то доля везения есть. Но, блин, Шахтер сам виноват. Ну, забивай свои моменты. У тебя же они есть. Просто делай их более качественнее. Я не знаю. Это же, ну, все-таки команда в большинстве играет. А Заря? Заря на характере вырывает, как всегда, победу Шахтера. И сейчас приближается практически вплотную к Шахтеру. Потому что у них одна игра в запасе. У них есть одна игра в запасе. Если посчитать потенциально, у Зари уже 32 очка. У Шахтера 33. Поэтому Шахтеру нужно задуматься. Шахтеру, тем более перед Ромой, нужно как-то менять и разнообразить свою игру в атаке. Потому что обычные перекаты мяча и вот эти вот врывания в штрафную, они уже не работают. Заря-то все. И Скрипник это все прохавал. И сегодня все перекрыто было. Все было перекрыто. Вплоть до вратаря. Вратарь, который тащил сегодня. Зарю с победой. И Шахтеру нужно что-то менять. Ну, не знаю, о чем здесь еще говорить. Счет на табло. Возможно, где-то нелогичный. Но Заря все равно взяла 3 очка. Последняя игра в этого тур это Львов-Динамо-Киеве. И тут у меня, наверное, надежды не было на этот матч. Что что-то будет интересно. Я думал, Динамо легко обыграет Львов. Так и случилось. Но, возможно, не так все очевидно. Ребята, уже на первой минуте Беседин забил гол. Беседин сегодня опять в основном составе. Но он забил. С ошибки вратаря, конечно же. Вратарь там дико ошибся. И буквально с 30 сантиметров пробивал Беседин поворотом. И, понятно, там любой бы, наверное, забил. Если бы был на позиции Беседина. Динамо уже сразу вышли вперед. Вот. И, в принципе, по игре. Если смотреть, Динамо-Киев очень классно смотрелись. Но все равно, знаете, играли некоторые эпизоды по счету. И вот во втором тайме это было видно, что игра была по счету. Хотя, когда Динамо поняли, что Львов уже и не пытается. А Львов пытался в этом матче. Львов пытался реально исправить ситуацию. У них были моменты на это. Сегодня еще с интересного момента. Это забарный сирота в центре поля. И, в принципе, они справились. А я считаю, они справились с задачами. Ну, вот. Как всегда и Бущан в воротах. Караваев сегодня слева. Не было Маколенко. А так все по-старому. То есть, Динамо не было никаких изменений. Вот. Насчет Львова. Львов уже, можно сказать, вторую встречу подряд проигрывает. Первую они проиграли. Вот. Прошлый тур это Колосу. Сейчас проигрывает, значит, Динамо. Хотя, вот. В четырадцатом туре они обыграли Мэнай. Сейчас пошли, понятно, хорошие команды. И Львов начинает сливать. Колос хорошая команда. Их обыгрывает. Динамо, конечно же. Топовая команда в Украине. Их обыгрывает. Три очка берут. И вот вам и, в принципе, вскрываются проблемы Львова. В конце первого тайма был еще пенальти, который забил Цыганков. Там, ну, был он там или нет. Но пенальти, я думаю, там чистый. Поставил судья. И Балакин судил этот матч. Цыганков, конечно же, его забил. Делал еще 2-0. И тут я уже сказал даже на стриме, что, ну, наверное, все. Наверное, ребята, тут уже баста. И конец матча. Пора заканчивать мне стрим и смотреть этот матч. Потому что, ну, Динамо реально сильнее смотрится. Но не тут-то было. Львов пошел вперед. Львов даже в первом мог еще сделать 1-2. Но у них не получилось. Потом пошли замены после первого тайма. Во втором тайме вышел Романчук. Вышел еще один футболист. Потом Захарьков еще вышел. То есть пошли очень хорошие заменки. Но это им не помогло. Они создавали моменты. Создавали, создавали. Динамо все равно забил третий. Кензера забивает. Там был стандарт. Навес. Пробивал вроде бы сирота головой. Отбивает вратарь. Лежит на газоне. Кензера на добивании. Просто уже в пустые вколачивать. Делал еще 3-0. И тут уже, конечно, Львов и дальше пытался идти вперед. И они забили. Ныч забил классно. Воспользоваться ошибкой в обороне. Оборона, во-первых, опорники провтыкали у Динамо. Во-вторых, да. Центральные защитники. Тут не все идеально. Ныч их, можно сказать, проткнул. И проткнул самого вратаря. Забив в очко Бущану. И сделав счет 1-3. И какая-никакая интрига она была. Вышел потом Шепелев. ДП на Супряга. Ледня вышел. И Сиди Клай даже вышел в конце матча. Сиди Клай сыграл, считай, важную роль в четвертом голе. Потому что именно он создал этот эпизод. Именно он бил тогда поворотом, когда забился четвертый гол. Вот. Он пробил поворотом. Вратарь, опять же, отбивает. Отбивает просто одинаковый гол практически, как забил Кензера. Просто другая ситуация была, да. Но, значит, суть ясна, да. То есть, тоже Леднев забил в пустые. Он вышел. И Ледневу мало дают играть. Вот что я хотел сказать. Мало дают играть. Но сегодня выпустили на 15 минут. На целых 15 минут. И он забил в пустые, но забивает. И там смотрели Вар целую минуту. Но все-таки засчитали этот гол. Он был чистым. Динамо Киев с победой 4-1. Здесь нечего обсуждать, в принципе. То есть, Львов пытался. Львов чисто там что-то... Создавал какие-то моменты. За счет своей атаки они выглядят неплохо. То есть, атака реально неплохая у Львова. Видно наработки. Видно вот этот прессинг, который был во втором тайме. Да, когда они пытались забили вот первый свой гол. И тогда Львов после этого пытался забить сразу второй. У них получалось давить на Динамо. Но вот за счет своей плоховатой обороны. Где, ну, очень много проблем. Ну, пока очень много проблем. Я не вижу, как, конечно, Львов пока их будет решать. Но, в общем и целом, вот такая вот победа. Возможно, легкая для Динамо. 4-1. Самый такой большой, возможно, счет в этом туре. Динамо самое большое количество голов забивает в этом туре. Я имею в виду. И Киевская Динамо пока что лидер чемпионата Украины. И лучшая команда в Украине на данный момент. Это показывает таблица. Давайте к ней и перейдем. А вот и табличка, ребята. Динамо Киев 37 очков. Как видите, Шахтер отпускает постепенно Динамо. И это проблема Шахтера уже. Шахтеру, опять же, нужно меняться. Как-то нужно менять свою игру, чтобы разнообразить ее. Чтобы команды, ну, хотя бы как-то удивлялись. Потому что, ну, никто уже не удивляется той игрой, которую показывает Шахтер. То есть, все понимают, что Шахтер будет делать. И как Шахтер атакует. Все знают, как против Шахты играть и как обороняться. Просто не всегда хватает качественных исполнителей. Вот как только попадается качественная команда в чемпионате Украины, как Заря. Вот Шахтера и проблемы с реализацией. Как это было с Макаби. Макаби еще показал на проблемы Шахты. Макаби даже классно играл. И Макаби должен был обыгрывать Шахтер на выезде. Во второй встрече Макаби был сильнее, чем Шахтер, ребят. По моментам. Вот. И вот здесь вытекают проблемы Шахты. Шахтер проиграл. Заря 29. 27. Десна, которая подбирается постепенно. Как и Заря подбирается к Шахтеру. Вот. Ворстла своей победой, конечно же. Сейчас 25 очков. Александрия 22. Колос 22. Те команды, которые проиграли свои матчи довольно неожиданно. Хотя в доминируя. Но проиграли в этом матче. Да. В этих двух матчах. Олимпик 17. Мариуполь 17. Мариуполь, который заработал очки. Да. Скорее всего, чем их потерял. Вот Днепр потерял, у которого 15. Потому что Днепр мог обгонять Мариуполь. Своего прямого конкурента. Но они его не обыграли. Поэтому не заслуживает быть пока что на 9 месте. У них 15 очков. Но вот мне кажется, вот эти 10 команд пока что довольно хорошо смотрятся. Но Рух. Мне еще Рух понравился. Но их 13. И у Минайа 13. Рух. Вот если брать вот эти 4 команды. Рух. Минай. Ингулес. Львов. То самой слабой смотрится пока Ингулес. Честно. С этого низа. Если смотреть по 12-13 очков у команды. Я бы отдал предпочтение пока что, наверное, из этих 4 команд. Из Руха. Минай. Ингулес. И Львова. Пока Руху. У них довольно сбалансированная оборона. Сбалансированная атака. И в принципе где-то у команды больше получается, чем у остальных. Вот этих Минай. Ингулес. Хотя Минай обыграл своего соперника Олимпик. Поэтому. Ну возможно и Минай. Посмотрим. Интереснейшая борьба. Интереснейшая борьба у нас ждет. Ребята. Давайте посмотрим, какой у нас будет следующий 17-й тур. 6, 7 и 8 марта уже будут сыграны эти матчи. Мариуполь в Ворскла. Интересный, конечно, поединок. Потому что хочется посмотреть, как Мариуполь на этот раз сыграет против Ворсклы. Которая действительно наконец-то выиграла свой матч. И Мариуполь, который не может выиграть. Но зарабатывает очки в последнем матче. И в принципе показывает неплохую игру. Интересная игра. Олимпик, Шахтер. Ну тут скорее всего Шахтер должен что-то показывать и обыгрывать. Потому что и на фоне этой пока что не очень, знаете, уверенной игры Олимпика. Шахтер здесь, наверное, возьмет 3 очка. Ну уже посмотрим в следующем туре. Рух Дисна интереснейшая игра. Опять же, Рух, который постепенно набирает. Дисна, которая тоже постепенно набирает. И тут посмотрим, кто же сильнее. Но фаворит, конечно, Дисна. Динамо Киев Мэнай. Ну здесь фаворит очевиден. Здесь просто противостояние Милейской против Динамо. Тоже очень интересно. Заря Львов. Явный фаворит Заря. Должны брать 3 очка. Я думаю, Львову. Ну не знаю, какие у них шансы против этой Зари, которая обыгрывает Шахтер. Вот. Ингулец-Колос вот здесь будет настоящая проверочка для Ингульца и для Колоса. Потому что Ингулец никак не может выиграть. Колос проиграли свой, хоть и возможно и случайно, но проиграли свой матч домашний против Руха. Поэтому им нужно реабилитироваться против команды, которая сейчас смотрится одними за аутсайдеров. Если Колос обыграет, то можно серьезно уже относиться к Колосу. И значит, можно говорить о том, что Колос случайно проиграл Руху. Интереснейшая игра. Ну и СК Днепр-Александрия. Еще один, я считаю, такой хороший матч, добротный, где команды более-менее равны. Хоть и Днепр сейчас находится где-то там на 10-м, но команды более-менее равны, я считаю. Потому что, ну, СК Днепр по составу ничем не уступает. Это интереснейшая игра, ребят. Поэтому будем, конечно же, смотреть. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк и пишите свои комментарии. Буду очень рад видеть вас в комментариях, читать ваши мысли по этому туру. И делайте уже свои прогнозы на следующий тур. И как вы думаете, все-таки, как всегда, давайте напишите в 16-м туре вот самую такую хорошую команду, которая всех удивила и команду, которая, ну, всех разочаровала. Напишите обязательно в комментарии. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, ребята.